Меня зовут Олеся Беляцкий, я из Беларуси, правозащитник из Беларуси. Я хочу всех приветствовать на этом форуме, на этом большом событии в жизни Европы. Лукашенко, президент Беларуси, любит повторять, что Беларусь является центром Европы. Но географически, если посмотреть от Лиссабона до Урала, то это может быть и так. Но не политически и не экономически. И в эти дни мне кажется, что центры Европы находятся в Праге, потому что тут проходит наш форум. Для нас, беларусов, Прага это всегда был центром Европы, потому что тут 500 лет назад Франтишек Скорина напечатал первую книжку на белорусском языке, перевод Библии. И сейчас в Беларуси вот уже 20 лет авторитарный режим. Но мы ощущаем сильное влияние Европы на Беларусь. И менее месяца назад в Беларуси были освобождены все политические заключенные. Режим наступил после давления европейского сообщества после протестов в самой Беларуси. Он сделал полшага назад. Но это тактическая уступка, тактическая победа. Через месяц в Беларуси будут проходить очередные президентские выборы, и Лукашенко идет пятый раз на эти выборы. И мы не сомневаемся, что выборы будут сфальсифицированы. Лукашенко строит фасадную демократию, и этому нельзя верить. Мы имеем также внешние угрозы. Буквально недавно, последние два года, мы видим, как развивается конфликт между Россией и Украиной. Анисирован Крым, идет практически война на Донбассе. И Россия продолжает наращивать империализм, и встает вопрос, кто следующий. К сожалению, присутствие российских военных баз в Беларуси, экономические проекты с Россией не усиливают независимость Беларуси, а ослабляют ее. И в этой ситуации очень важное европейское будущее для Украины. Потому как Беларусь, Украина, Молдава – это один регион. И если Украина станет европейской страной, войдет в страну европейских народов, тогда Беларуси просто не будет другого пути. Важно, чтобы Беларусь не отходила на второй план, потому как никто не хочет, чтобы через какое-то время Российская империя приблизилась к Праге на 500 километров ближе. Ценность независимости Беларуси растет в обществе в последнее время. А независимая Беларусь – это в перспективе европейской Беларуси. И обмена виз, обучение, возможность съездить в Европу белорусским гражданам – это то, что сломает любой режим. Чехи всегда или почти всегда проявляли солидарность к несвободным народам. Васлав Гавел говорил, что Европа – это незакрытый клуб. И мы надеемся, что Восточная Европа будет иметь большее значение для чешского государства, и Чехия будет проявлять больше энергии в том, чтобы восточноевропейские страны стали европейскими странами. Солидарность – это очень важно, и без солидарности людям в несвободных странах не удержаться. Солидарность – это очень важно, и без солидарности люди в любых странах не смогут держаться. Спасибо. 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 Спасибо.